так всем привет всем привет и и жду пока все подключится к эфиру сегодня очень очень интересная тема конечно же посвящена празднику шавод ведь он уже наступает завтра и именно поэтому я выбрала для нас очень интересную тему и назвала наш эфир как люди ангелы они соперничали затору что это как это понимать как это было всем шалом всем привет всем привет привет я рада всем кто подключается к нашему эфиру всем привет добрый вечер я эль марина привет людмила шалом всем приветик так вот что это вообще такое почему вдруг люди и ангелы должны были спорить за эту тору и как это вообще было эфир постараюсь сделать очень очень коротеньким и так значит может мы подошли весь еврейский народ подошел горе сина и маша поднялся на гору поднялся ко всевышнему и как только поднялся туда маша ангелы начали роптать и говорить всевышнему всевышний царь вселенной всесильный мира что здесь делает человек рожденный женщиной типа как он удостоился того чтобы подняться сюда на что всевышний сказал что вот он хочет дать тору и тогда ангелы еще больше сказали что ты собираешься тору которую ты на протяжении 974 поколения перед тем как сотворил мир ты уже хранил эту тору и ты собираешься сейчас ее дать вот этим смертным зачем чтобы они оскверняли ее до оскверняли твое имя зачем они начали роптать тогда всевышний сказал муж и дай им достойный ответ на что муж и сказал всевышний как я могу разговаривать с ангелами если 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 секунду если они сожгут меня своим дыханием он боялся разговаривать с ангелами да и всевышний сказал ухватить за мой трон и ответь им и тогда маша начал приводить интересные интересные доводы он сказал властелин мира в твоей торе написано что я господь твой бог твой который вывел тебя из земли египетской разве ангелы были в египте разве ангелов ты выводил из египта нет потому что это наша тора она должна по праву принадлежать нам потом он сказал разве секунду а вторе написано да не будет у тебя других богов разве ангелы живут среди идолопоклоннических народов разве у них есть другие боги нет конечно поэтому им легко да разве у ангелов есть за законы каш заповеди кашрута разве им они нужны они же не соблюдают это они не едят разве есть вторе заповедь чти отца своего и мать свою разве ангелов есть мама и папа нет кого им уважать да что все 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 заповеди которые нам даны в торе все законы они они предназначены именно для людей значит ангелам не нужна эта тора да и это да такие подействовала на ангелом они поняли вообще что что тора она предназначена она должна быть на земле внизу и поэтому они более того сказано что они даже зауважали маше и каждый сделан у кого-то подарок эта книга по которой мы с вами учимся называется книга нашего наследия книга нашего наследия она огромная здесь подробно подробно описывается про каждый про каждый праздник подробно подробно рассказывается все 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 мнения примеры и предложения так секунду где мы с вами остановились так и так вот после этого комментатор в книге бейт олеви сказано что спор между мышей ангелами относился только к устной торе это значит что ангелы оспаривали право людей интерпретировать тору ведь письменная тора мы не можем ее изменить да написано все а наша устная тора до мудрецы которые постанавливают какие-то законы вот это устная тора мы ее можем да как бы под современность так 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 ну раньше точнее мудрецы они могли делать какие-то комментарии ангелы они были именно против вот этого что как люди могут интерпретировать тору и принимать решения в случае сомления или колебания да как они могут это делать всевышний это же твоя тора только ты там не управляешь и так далее и на что ответил маша что она дана нам она нам нужно и мудрецы они и даны еврейскому народу для того чтобы изучать тору до помогать людям идти и жить по торе и как бы как это правильно сказать направлять людей вместе с торой да вот и устная тора была дана израиль 6 сивана ибо как мы знаем что всевышний согласился с мужей и ишхина опустилась на землю лишь на следующий день 7 сивана таким образом уже 6 сивана маша получил возможность принимать решение интерпретирующую тору то есть уже 6 сивана мы еще не получили письменную тору но мы уже могли устную тору интерпретировать до свои какие-то выводы делать и так далее вот такой небольшой уроке сегодня хотела с вами поговорить о том что да был спор между людьми и ангелами да мы отвоевали нашу тору вот всем спасибо большое за наш сегодняшний эфир я желаю нам всем поскольку уже не будет эфира до шавота я желаю нам всем получить нашу тору не только в праздник шавота каждый день брать на себя тору понимать что над нами есть творец этого мира пусть он непостижим до понимать что если мы идем историй то будет нам благословение понимать что иудаизм это религия таки до действия что нужно нужно жить до нужно делать добро даже если у нас не получается соблюдать какие-то заповеди да нам это кажется сильно масштабным но хотя бы но хотя бы быть скажем так человеком да там не обманывать не воровать не убивать да какие-то основы такие хотя бы по ним уже идти и я думаю что это тоже огромная заслуга всем спасибо большое хочу вот сам их пусть у всех будет все хорошо много сил здоровья радости и добра всем пока пока